Немного позитива. Субтитры предоставил DimaTorzok Убездомные собаки случай бешенства. Какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить население, расскажем в выпуске. Расскажем сегодня о ситуации на плотине ГЭС в Иркутске, где менее чем за сутки случилось сразу два ДТП. В программе выясним все подробности этих аварий, а также разберемся, какие на проблемном участке можно ввести запреты и ограничения. Запретный плот. Законопроект об ограничении продажи спиртных напитков в так называемых наливайках приняли в первом чтении Госдумы. Как в связи с этим изменится реализация спиртных напитков в Иркутской области, узнаете сегодня. Сегодня же объясним, что за дворник и где рисуют картины на снегу. Как челма помогает не ссориться соседям в Иркутске. И кто отрастил волосы длины почти 2,5 метра. Все детали в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. Трехкилометровая зона карантина появилась под Иркутском. Поводом для этого стало ДТП, которое произошло на четвертом километре Александровского тракта. Животное, которое пострадало в аварии, оказалось заражено бешенством. Тему продолжит Олег Федоров. Чок-чок, зубы на крючок. Вернее, в намордник. Собака Сергея Шурыгина по кличке Черри сегодня в центре внимания врачей Иркутской районной ветеринарной станции. Четвероногому пришлось пройти внеплановую вакцинацию, как и его усатому соседу, коту Басе. Сообщили по нашим внутренним сетям, что будут с удовольствием проводить вакцинацию. Так что мы созвонились, все, приехали. Детенки молодцы, все сделали. Все было хорошо. И кот доволен, и собака тоже. Однако повод для этого мероприятия совсем не радостный. Накануне на четвертом километре Александровского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса автомобиля кинулась собака. Дальнейшее развитие событий заставило областное правительство ввести на трехкилометровой зоне от места аварии карантин. Когда водитель вышел посмотреть, оказать какую-то помощь животному, она его укусила. Было слюнение кожных покровов. И мужчина хотел ее доставить в ветеринарную клинику. Животное на следующие сутки умерло, и, получается, это способствовало отправке проб на исследование. Мы получили информацию, подтвердился вирус бешенства. Установлены указом губернатора ограничительные мероприятия. Установлен карантин. Определен эпизотический очаг. И непосредственно неблагополучный пункт. В состав неблагополучного пункта в данном случае вошли 11 СНТ, расположенные в радиусе трех километров вокруг очага, и два населенных пункта. В этих населенных пунктах сейчас проводится поголовная вакцинация домашних животных. Повезло, что крупный рогатый скот не был на выпасе и не мог контактировать с зараженным животным. Это уже второй выявленный случай бешенства в Прибайкале с начала года. Первый был зафиксирован летом в Братском районе. В таких случаях действовать надо быстро. Инкубационный период может быть всего несколько дней. Мы хотим с девочками договориться, чтобы они завтра к нам пришли, потому что надо же дома находиться. Животных, как минимум котов поймать. Давайте сегодня, если есть возможность, конечно, пожалуйста. Сегодня мы прошли вакцинацию 21 животного, 9 кошек и 12 собак. Планово вакцинацию от бешенства домашним животным проводят раз в год. Однако при необходимости можно на 2-3 недели сдвигать сроки, чтобы поддерживать нормальный уровень антител в организме. Ну а как будет развиваться ситуация в садоводствах, мы обязательно продолжим следить. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. На два месяца под стражу отправился 15-летний подросток, которого подозревают в убийстве другого подростка на остановке Лесиха в Иркутске. Школьнику предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Убийство из хулиганских побуждений и хулиганство, совершенное группой лиц. Всего задержали шестерых человек в возрасте от 15 лет до 21 года. Самый старший из компании не раз привлекался к уголовной ответственности. Остальные студенты и школьники уже подозревались в краже и угоне. Сейчас всех шестерых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. А одного из школьников непосредственно в убийстве. Девятикласснику грозит до 10 лет лишения свободы. Остальным фигурантам от 6 до 7 лет, в зависимости от возраста. Защита просила отправить задержанных под домашний арест. Однако суд, с учетом мнения прокуратуры, решил иначе. Все подростки, а также молодые люди арестованы на два месяца. В настоящее время следователями Следственного комитета проведены необходимые следственные действия. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Допрошены свидетели преступления, обвиняемые, потерпевшие, а также их близкое окружение. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Продолжаются аварии и на плотине ГЭС в Иркутске. Меньше чем за сутки там случилось уже второе столкновение. На этот раз дорогу не поделили машина скорой помощи и иномарка. Все произошло сегодня ранним утром. Карета скорой помощи двигалась со стороны микрорайона Юбилейного. Навстречу медикам с Байкальского кольца ехал белый внедорожник. В районе остановки общественного транспорта Платина ГЭС спецтранспорт, пытаясь объехать троллейбус, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с иномаркой. К счастью, никто из людей не пострадал. Стоит отметить, что медицинская бригада возвращалась с вызова и у машины не работали спецсигналы. Пациентов в салоне также не было. Регулярно областной центр из-за постоянных пробок превращается в поле боя. И тут каждый сам за себя. Многие водители мечтают выбраться из дорожного затора и нарушают правила и мешают другим участникам движения. Это нередко приводит к многочисленным авариям. Какие еще действия могут спровоцировать ДТП, покажем в очередной подборке нарушений. Чтобы изучить поведение некоторых иркутских автомобилистов, их естественная среда достаточно один раз прокатиться по областному центру. Итак, первый самый распространенный классический тип – водитель бык. Для них красный сигнал светофора – это призыв к действию, педаль газа в пол и только вперед. Повезло, что поток машин слева этот лихач успел проскочить. Иркутские дороги порой настолько непредсказуемы, ведь разметка есть далеко не везде, что в городе все чаще можно заметить водителей-захватчиков. Это особый тип автомобилистов. Они резко и часто без предупреждения своих сородичей по потоку из своей территории, то есть полосы, перебираются на соседнюю. В данном случае можно только восторгаться реакцией владельца авторегистратора. Реже на иркутских землях можно встретить водителей берегов. Они, как правило, отбиваются от своего потока и каким-то образом оказываются совсем одни на чужой территории. Вот пример. Этот автомобилист или потерялся, или не заметил знак и против шерсти поехал по улице с односторонним движением. Такое вторжение может грозить межвидовой борьбой. Если вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире. Обнародована информация о возможной причине возгорания школы в поселке Хребтовое Нижне-Илимского района, которое произошло несколько дней назад. По данным сотрудников пожарного надзора МЧС, пожар случился из-за поджога. Были исследованы, изъяты с места происшествия вещественные доказательства, опрошены свидетели. Напомним, площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил один из корпусов здания. Там находился детский сад. В нем обучались 82 воспитанника. Поскольку ЧП произошло ночью, обошлось без пострадавших. Стоит отметить, что совсем недавно в помещении провели капитальный ремонт. По решению регионального правительства в течение следующих двух недель необходимо будет определиться с дальнейшей достройкой этого блока, переносом срока ввода в эксплуатацию и источниками финансирования. О причиной нового законопроекта, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, стали жалобы жителей многоквартирных домов. Речь про те объекты, в которых располагаются так называемые наливайки. Магазины, продающие алкогольную, чаще всего пивную продукцию под видом питейных заведений. Теперь региональные власти самостоятельно смогут запретить продажу спиртных напитков в подобных местах. Сейчас продажа алкоголя в общепите и магазине – это два разных вида деятельности, и для каждой нужна своя лицензия. То есть псевдокафе возле или в жилых домах могут продавать пиво, сидеры и другие слабоалкогольные напитки в открытом виде круглосуточно, так как они реализуют продукцию под видом бара. Соответственно, и запретить продажу в таких местах, даже несмотря на жалобы, например, жильцов дома, на данный момент невозможно. Если закон примут, то, в частности, у властей Прибайкалья появится право ограничить по времени или вовсе запретить продажу алкоголя в подобных заведениях. Ну а как именно законопроект отразится на экономике Иркутской области? Ведь алкогольная отрасль – одна из самых обширных и доходных, мы выяснили у экспертов – экономиста и представителя торгово-промышленной палаты Иркутской области. Если данный законопроект все-таки примут, это же не значит, что данные точки продаж, я так понимаю, вообще нигде нельзя будет открыть. То есть тогда в таком случае нужно будет людям, которые занимаются данной деятельностью, просто так же продолжать соблюдать законодательство, ну, возможно, рассмотреть какие-то альтернативные варианты деятельности, торговли. Если речь идет о проблеме с рабочими местами, скажу так, в регионе у нас нет такой проблемы. То есть, в принципе, с рабочими местами, я думаю, проблем не будет, то есть рабочая сила востребована. При этом, я думаю, что это не повлияет глобально на доходы в бюджет. То есть, я думаю, так как у нас владельцы бизнесов, они такие очень проворные и изыскательные люди, я думаю, что найдутся и другие сферы деятельности, где они также смогут работать и также приносить и себе доходы, и доходы в бюджет. Мы поддерживаем этот законопроект, поскольку большое социальное напряжение уже создано вокруг темы с наливайками. Первый пункт, конечно, это недовольство жителей многоквартирных домов, которые сегодня сталкиваются с этими негативными проявлениями. Если вы хронологию посмотрите, это тянется уже не первый год, и мы постоянно об этом говорим. То есть, все-таки здесь про нормальные торговые точки, о комзапрете не идет речь. Все это предусмотрено в законопроекте. Помимо запрета наливайок многоквартирных домов, чтобы дать возможность региону принять это решение и закрывать их, я надеюсь, что у нас это региональным парламентом будет принято, а также это правильность указа именно названия продукции, исходя из его рецептуры и состава. Это тоже очень важный пункт данного закона. Средства на поддержку многодетных семей Иркутской области направляются из регионального бюджета регулярно. В частности, в регионе предусмотрена возможность получить земельный участок или выплату взамен него. И с 1 января следующего года размер этой выплаты увеличится и составит 300 тысяч рублей. С 2021 года родители с детьми получали выплату в размере 200 тысяч. Важным условием для предоставления материальной помощи является то, что семья должна состоять на земельном учете более трех лет. За весь период новой социальной поддержкой воспользовались уже более 1400 человек. С начала текущего года ее получили 68 семей на общую сумму 13,5 миллионов рублей. В следующем году бюджет на эти цели составит 104 миллиона. По данным на 5 декабря в 2023 году на получение выплаты подано уже 518 заявок. Стоит отметить, что средства от социальной поддержки можно потратить на оплату ипотеки или строительство жилья. Не меньшей ценностью являются знания. Ведь порой определенная информация способна не просто помочь, но даже защитить. Так сейчас в Иркутской области для школьников проводят специальные уроки доброты. В чем их задача? Расскажем далее. А что нужно сделать, чтобы собака не заразилась бешенством? Ответ на этот и десятки других вопросов о животных иркутские третьеклассники получили от экспертов. Представитель областной службы ветеринарии провел в 14-й школе урок доброты. Мы решили проводить профилактические мероприятия, разъяснять детям с раннего возраста, как нужно вести себя с безнацогными животными, каких животных можно заводить, каких нельзя. Детям очень интересно, идут на контакт. Надеемся, что наша тема им очень понравилась и они ее запомнят. На уроках доброты школьникам объясняют, и почему на улицах городов появляются бездомные животные. Как правило, это результат человеческого равнодушия и безответственности. Понимать, что собака или кошка не игрушка, а живое существо, дети прежде всего должны учиться в семье. Животных нельзя обижать, потому что они потом кусаются, потому что их обижали в детстве, и вот они становятся агрессивными. Уроки доброты службу ветеринарии планируют проводить чаще во всех школах и детских садах Иркутской области. Ведь люди, которые заботятся о животных профессионально, могут рассказать ребятам немало интересного и важного. Ксения Бутина, Ольга Полянская, Владимир Пинаев. Новости по будням. Все жители и гости Иркутска могут оценить новый арт-объект. Ледовую композицию в виде дворовой хоккейной баталии. Скульптуры установлены в самом центре столицы региона на бульваре Гагарина у памятника Александру Третьему. Всего 25 извояний. Все сделаны вручную иркутскими мастерами. А еще установлены более 30 информационных стендов с биографией самых выдающихся хоккеистов региона. Экспозиция посвящена столетию иркутского хоккея с мячом. Такая своего рода аллея славы спортсменов создана на средства «Н-Плюс» в рамках проекта «Счастье чистой воды». Энергохолдинг активно в нем участвует, помогает превращать Иркутск в сказочный город. Подобные проекты – значимое направление в социальной политике компании, для которой важно повысить качество жизни в городах Сибири. Об этом не раз говорил основатель холдинга Олег Дерипаско. Так, открытие ледовой экспозиции на набережной 7 декабря планируют сделать ярким и запоминающимся. На открытии будут присутствовать лучшие игроки России по хоккею с мячом. Это сборная России, которая сегодня пребывает в Иркутск. Здесь будут проходить детские соревнования. И на протяжении всего декабря и новогодних каникул мы будем организовывать здесь различные мастер-классы спортивной активности для горожан и гостей города. Прообразом хоккеистов стали все ветераны нашего Иркутского хоккея с мячом. Площадка практически в полной готовности. У нас будет еще, сейчас добавляется, вот идет монтаж подсветки и идет доделка входной группы. Самая трудоемкая – это входная группа. Это арочный портал, засвеченный сверху, чтобы человек, когда проходил через ногу, попадал в сказку. Сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона, а еще о том, кто обзавелся новым жильем перед Новым годом и какими картинами радует людей дворник из Ижевска. Уроженка Иркутской области Нина Суворова смогла проявить себя в составе сборной России по керлингу. Девушка помогла национальной команде одержать победу на международном турнире среди женских команд. Соревнования состоялись в городе Муром, и на них выступили призеры чемпионатов мира, чемпионы Европы и даже участники Олимпийских игр. О других спортивных успехах спортсменов при Байкале расскажем далее. Уроженка Иркутской области Диана Банадысенко отлично выступила на Кубке России по художественной гимнастике. Девушка выступала в составе национальной сборной в групповых упражнениях. В итоге наша команда заняла первое место. Серебро у спортсменок из Узбекистана, бронзов у представительниц Кыргызстана. А вот игроки Ермака снова проиграли в ангарске клубу Хорс Подольск. Удивительно, но сценарий ответной встречи был в точности таким же, как и в первой. Обе команды забили ворота друг друга по три шайбы в основное время и перевели игру в овертайм. И снова дополнительное время обернулось для ангарчан провалом. Как итог, поражение все с тем же счетом 3-4. В ангарском городском округе определили лучшую команду спартакиада Иркутской области среди инвалидов. В турнире принимали участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и интеллекта. В итоге первое общекомандное место заняла сборная Куйтунского района. Второе место заняли уроженцы Саянска. Третья строчка досталась представителям Иркутского района. Данил Седов, новости по будням. Представители автомобильного спорта собрались вместе, чтобы посоревноваться в умении крутить баранку на скорости. В Братске спустя 6 лет вновь состоялись гонки в формате ралли-спринт. Участие в них приняли как опытные пилоты, так и начинающие любители. На трассу заявились 15 участников. Каждому из них предстояло проехать на время по два круга в два заезда. В гонке за звание победителей боролись водители трех классов автомобилей – передний, задний и полный привод. Зрителей порадовали разнообразием железных коней. На соревнованиях были как знакомые всем отечественные «Жигули» и «Лада», так и «Ниссаны», даже по-авторски переделанная «Мазда». Среди соревнующихся водителей гонщиков оказались и девушки. Их по количеству было меньше, чем мужчин – всего три. Но, тем не менее, они также показали свой настрой на победу и любовь к адреналину на дороге. На братскую трассу ради ярких впечатлений одна из участниц приехала даже из Иркутска. Приехали, получается, коллеги с работы, с другом. Он уже не первый раз участвовал в таких любительских соревнованиях и вот позвал меня с собой участвовать. В обычной жизни езжу на переднем приводе, а тут на механику, на полный привод сели и поехали. То есть практики, какого и не было. Но адреналина хапнула, вообще настолько, до сих пор ручки трясутся. А поезд Деда Мороза тем временем уже в Иркутской области. На станцию Тайшет состав главного новогоднего волшебника прибыл накануне днем. По традиции сказочные герои провели с детворой игры и организовали экскурсию по поезду. Сегодня праздничный состав будет стоять в Вихоревке Братского района, а после Дед Мороз, Снегурочка и их друзья направятся в Железногорск и Лимский. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Синоптики в ближайшую неделю обещают морозы. Предлагаем заварить горячий чай, взять теплый плед. Ну и куда же без согревающих новостей. Мы их собрали сразу несколько. Обзавестись апартаментами перед 31 декабря – это настоящий праздник. Получил новое жилье барашек Пашка из Иркутского зоопарка. Правда, делить зимнюю квартиру ему приходится с рогатым Федором, который старше и больше, да еще и жилплощадь первоначально принадлежала ему. Дабы старше не бодал малыша, специалисты зоопарка надели на рога Федора челму. В таком головном уборе уже не забалуешь. В Братске впервые за три года прошел фестиваль КВН. На сцену вышли пять команд. Не только брачани, но и гости из Устилимского района. Танцевальные номера, забавные песни, артистические постановки. Ребята старались удивить зрителей, и им это удалось. Сейчас КВНщики продолжают работу над собой, а главное над шутками. Ведь следующая игра сезону состоится уже в феврале. Радуют картинами на снегу жители Ижевска местный дворник. Семену Бухарину просто убирать дороги скучно, поэтому мужчина уже десятую зиму подряд рисует на снегу. Вот и на этот раз при помощи лопаты и метлы он создал зайца и ежика. Тех самых героев советских открыток. Отметим, художество на снегу помогли россиянину в 2021 году выиграть федеральное ТВ-шоу. 46-летней жительнице Индии волосы помогли стать рекордсменкой. Смита Шревостава перестала стричься в 14 лет. С тех пор ее волосы выросли до внушительной длины – более 236 сантиметров. Останавливаться на достигнутом индианка не собирается. Женщина обещает и дальше отращивать волосы. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru, а также социальные сети. Впереди вас ждет еще реклама. Я на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok